добрый день друзья не а другим алексей панин после того как его объявили террористом и экстремистом ну пошел в разнос ему теперь терять нечего я знаю вот эти речи я слышал что надоел алексей панин хватит нам его показывать и об рассказывать а я считаю что мы должны понимать вообще настроение богема потому что алексей панин не будем забывать он хоть от плоти актерская наши сосуды он лауреат государственной премии напомнить не к наших назад рассказывал как он про лоббировал очагу карет жалеет до сих пор вы так что мы должны понимать какие настроения в этой среде не во всей но алексей панин просто он из тех кто озвучивает пищем про которые говорят в кулуарах в том числе и московский проники сергеевича михалкова если категорически не согласен обожаю никиту но песня совсем не о том послушайте панина и не заводить она прошла такой причудливый путь от секс просвета и книжек про про женское счастье и половые члены к сталину да возвеличиванию сталина вообще ее называют человеком михалкова вот михалкова вы точно знаете про этот михалкова любовь ваши вопросы задам в таком случае вот она сейчас человек михалкова время он посадил и управлять газета культура потом настала депутатом госдумы тоже по Михалковской квоте. И вот сейчас тоже по Михалковской квоте она стала советником Путина по культуре и считает, что это главная такая должность, которая выше, чем министр культуры, потому что доступ к телу. И вообще, как Михалкову называют таким главным куратором культуры, а вот вы с Михалковым и работали вместе, и на площадке на одной были съемочной. И буквально вот тут у вас то ли сегодня, то ли завтра, по-моему, да, у вас паблик-топ по поводу фильма «Жмурки» в Лос-Анджелесе намечен. Паблик-топ? Переводите мне на... Паблик-топ, ну, когда-то встреча, да, показ фильма «Жмурки», по-моему, где-то в Лос-Анджелесе, я видел афишу. Это сегодня, это не мое мероприятие. Саша Незлобин со своей командой стендап-лэ организовали, они хотят сделать такую новую тему, смотреть кино, останавливать, обсуждать, и они решили показать такой фильм «Показ Жмурок». Будет сын Балабанова, Петя. Ну вот в «Жмурках» вы с Никитой Михалковым вместе в одном кадре появляетесь, и Михалкова называют человеком, который сейчас управляет культурной политикой. Вот, на ваш взгляд, Михалков он какой? Он кто? Потому что я на него смотрю и не могу понять, это человек, который просто конъюнктурщик, или он действительно вот такой перец? То есть, как бы, он действительно такой... Конъюнктурщик. Он какой? Конъюнктурщик. Безусловно. Нет, если вы задаете именно вопрос по поводу этого, какой он, такой перец или конъюнктурщик? Конъюнктурщик. Какой Михалков? Талантливый, обаятельный. Михалков, которым я его помню, который был, наверное, в молодости. Талантливый, обаятельный. Безусловно, очень самовлюбленный. Михалков. Я просто слова, которые приходят в голову. Безусловно, очень скользкий. Михалков из тех мужчин, которые однозначно нравятся женщинам. Михалков как свой папа, его папа, абсолютный, ну, мягко скажем, ну, как вы сказали, конъюнктурщик, ну, я бы таких людей назвал подлецами. Ну, и такой подлец при дворе, получается, да? То есть, как бы, у него же отец был при дворе всегда, да? Причем, при любом генсеке, условно говоря. Да, Михаил Сергеевич абсолютно такой же. Но это никак не мешает ему быть талантливым, обаятельным, располагающим к себе. Безусловно. А вот как вы объясняете его вот этот причудливый путь от, условно говоря, Оскара в руках, да, и сцены в Лос-Анджелесе, откуда вы сейчас выходите, да, с нами на связь, до вот этого образа такого православного бати, да, и уфертого в самодержавности? Ну, в самодержавности, насколько я помню, то, что, ну, опять-таки, я не могу об этом говорить ну, как, авторитетно, но всегда же это было, я помню не то, что мы говорили об этом, у него был всегда этот момент, что он из дворянского рода, ну, вот, когда началась уже история, ну, Советский Союз закончился, он же всегда это как-то в себе пытался культивировать, что он родовитый, что это семья, это клан, это дворян, ну, вот, все время туда, он, это ему, это, по-моему, ему очень присуще, вот, и, ну, наверное, они сейчас играют в такую современную, они же все эти вот люди, ну, Михалков, может, к этому как раз меньше относится, а все вот эти вот, Тимура Иванова, вот эти вот заместители министров, Шойгу, мне кажется, они все играют в некую такую новую, новую, в новое дворянство России, сами безродные дворняжки, а им очень нравится этот блеск, золото, это, у меня и Андрей Ковалев, олигарх, мой в прошлом хороший товарищ, он же тоже очень любил все это золото, дворянство, все это барство, да, это, я не знаю, это какой-то комплекс, наверное, какая-то проблема с головой. А вот страна, она же совершенно не такая, да, то есть, вот если мы смотрим на страну, то страна, она же не купается в роскоши, в барстве, а страна, она купается, вот, скорее, нищете и в проблемах с микрокредитными организациями. Ну, мы же с вами говорим о людях, которые хотят, они так себя видят, но в нашей стране, если вы так копнете, ничего же не меняется, веками не меняется. Все осталось на том же уровне, что было, по-моему, при Иване Грозном, или там, бояре меняются на дворян, дворяне, все так же, все. Кто при дворе получают. Можно? Пожалуйста. О, какая отвратительная рожа. Владимира Путина смогли ли бы вжиться в роль, как актер? Владимира Путина я? Ну, может быть, вдруг, если бы вам предложили такую роль. За деньги я могу все. Жизнью я получил все, о чем я мечтал в 18 лет. Я мечтал о дорогой иномарке, у меня их было не одна. Я мечтал о доме на Рублевке, ну, когда, когда вот это все началось, когда мне же хотелось быть тоже, я же хотел быть звездой, я не покупал себе дом на Рублевке, но у меня были возможности его снимать. У меня были много главных ролей, у меня было так, что у меня не было свободного времени, у меня было по 10 проектов параллельно. Я все получил. И материально, и творчески, вот все. Потом жизнь повернулась иначе. Сейчас я думаю немножко в другую сторону. Мне кажется, что работать в этой стране мне больше не дадут. Благодаря определенным событиям в этой стране. Благодаря всем видео. Кровавый режим не дадут? Нет, не кровавый режим, а именно все, что связано с моей репутацией. Постановочные фейковые видео, непостановочные видео, которые в нашей стране не укладываются в голове у многих. Опять-таки, меня обвиняют в том, что я это выкладывал. Ничего подобного. Все, что со мной попало в сеть, я имею в виду, это все взломано. Я ко всему очень хорошо отношусь, ко всем сексуальным фантазиям, предпочтениям, вообще ко всему, но, к сожалению, но я, честно говоря, не совсем чокнулся, чтобы в нашей стране, в России все это вываливать во всеобщее обозрение. Что касается... Не дадут. Все. Артист Алексей Панин на ближайшее время, я не знаю, как будет дальше, он закончился. Работать здесь мне никто не даст. Помнишь, что у нас прозвучало «Никогда не говори никогда». А, когда? Да. Вот поэтому. господин Панин, на мой взгляд, совершенно разложившаяся фигура. Как мне сказали, он меня... Когда он станет президентом, он меня посадит. Вы знаете? Нет. Да. Вы же сыграли в его судьбе какую-то роль. Я госпремию ему устроил. Я был профессором звезды. Фильма «Звезды», где была у него единственная приличная роль, и когда стоял вопрос, там мы выдвигались на госпремию, и было еще там, ну там, определенное количество, одного там не вмешали. Мне говорят, ну, кого вы впишете? Ну, может, вот... Ну, я думаю, вроде неплохой парень. Я вписал Панин, он получил госпремию Российской Федерации. Вы, знаете, не беспокойтесь, он президентом не станет, потому что он нам сказал, что он эмигрирует в ближайшее время. Это будет большое счастье. Это будет большое несчастье для страны, куда он попадет. Это будет... Я не завидую. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok